Всем привет! С вами Игорь. В сегодняшнем видео расскажу о селективной краске специальной для солнечных коллекторов и как я красил оцинковку. Сначала немного о краске. Вот она прислали мне такой вот баночки. Они разливают ее, потому что там она идет с завода 4 килограммовые банки заводские. Кому не надо, она все-таки дорогая, 400 гривен получается килограмм. Тут не литр, а килограмм. И они разливают там сколько вам надо до 4. Но если 4 килограмма, то пришлют в заводской упаковке. Вот тут только две наклеечки. Тщательно вымешивать по всему объему непосредственно перед каждой покраской. Кстати, да, она сильно садится быстро. Я даже ее вымешал и пока я красил там буквально минут 10 уже пробовал палочкой, уже она на дне и немножечко осела. Поэтому вымешивать надо часто и регулярно. И здесь вот наклеечка. Краска или лак, селективная, черная, для солнечных коллекторов. Масса нету. 1 килограмм. Вот. Краска вообще такая, ну, хорошая как бы. Я ее когда первый раз открыл, ничего такого особенного я не заметил. Ну, понятное дело, что краска как краска там. Я такого ничего там ядерного реактора я там не хотел, не думал увидеть. Но все равно все-таки селективная, что там особенного, интересно было. Вот. Ну, такая черная, просто черная краска. Но потом в работе она показала все свои, так сказать, хорошие свойства, которые я заметил. Во-первых, что я хотел рассказать. Так как мне предстоит, предстояло красить оцинковку, я сначала попробовал такой вот кусочек. Взял оцинковки, как она вообще приставать будет и будет ли приставать. А если бы она не приставала, то там надо было бы купить еще специальный грунт, там какой-то щелочной там грунт, что-то такое там. Ну, специально для металлов и оцинковки в частности. Вот. А то еще плюс там, по-моему, 300 или 400 гривен этот грунт. Ну, короче, и так у меня вышел этот растворитель. Они мне прислали еще. Ну, растворитель хорошо, что я взял. Мне сразу сказали, что краска густоватая, и берите растворитель. Вот растворитель. Тут идет какая-то маркировка, евро-маркировка. Станко лак. Ну, это фирма, что и растворитель, и эту краску выпускает. Растворитель 10-15 для однокомпонентных красок и нитроемалей. Ой, он почти весь у меня, как видите, ушел, так как я разводил, ну, чтобы она жиденькая была такая, хорошо приставала. Вот. Короче, я решил покрасить сначала вот этот кусочек, попробовать, как она пристанет, как она себя будет чувствовать на оцинковке. Одну сторону этого кусочка я зашкурил, наждачной шкурочкой, крупной такой, потер, гарно так потер, пошкрябал и обезжирил, бензином обезжирил. А вторую сторону, вот эту сторону, я вообще ничего не делал, только помыл ее от грязи, от пыли, от грязи, водой помыл и все. Вот эту вот я обезжирил, зачищал. Ну, короче, покрасил я обе стороны. Тоже на солнце, я ее положил на солнце, она нагрелась хорошенько, горячую красил, красил, да, горячую. Наверное, вот это вот и дало то, что она пристала. А может, это даже сама краска такая, что она очень хорошо пристает. То есть, нигде она не излучивается, не ошкрябывается. Вот, лежал у меня этот кусочек 3 недели на крыше, я ее выкинул на крышу на шифер, чтобы он нагревался, охлаждался ночью. Ну, кстати, у нас ночью сейчас такие холодные, что капец просто. Ночью, ну, сейчас не очень уже, а где-то неделю назад было 5 градусов под утро тепла. Представляете, 5 градусов тепла, это летом в середине августа, ну, это вообще. Вот, ну, это сейчас не об этом. Да, и там он у меня валялся 3 недели, нагревался днем так, что аж руку нельзя было на него положить. Ночью охлаждался, ну, и краска, как видите, вся целая, нигде не отлучилась. Я его и гнул, этот кусочек, вот, даже если так вот я его гнул уже. Конечно, там он гнуться не будет, но было интересно. Вот, и никаких, не знаю, камера так близко передаст или нет, никаких трещин, сколов таких я на краске не заметил. Ну, этот кусочек я по одному разу красил, по одному разу, два раза я его не красил. Но краска, она такая, какая-то, вроде бы так, тактильно, если и на ощупь ее осматривать, она вроде как пластичная. Что-то в ней есть такое, я не знаю, как битум вроде бы добавленный. Ну, какой-то в составе, что-то есть, какой-то пластический ингредиент. Вот, что она вот так вот, ну, даже чувствуется пальцем так, она не очень твердая такая. Вот, поэтому она, наверное, дает это, что она гнется, металла, она не слущивается, ничего. Вот, ну, цвет такой, как видите, не блестящий, абсолютно матовый цвет. Вот, вот, такой, ну, вроде как, все кажется, такой цвет, как вроде сажи кто-то развел, там, с олифой или с чем-то, там, каким-то отвердителем. Получилась краска. Ну, вот, такой вот, короче, краска в процессе покраски, вот, и всего работы с ней хорошо себя показала. Вот, поэтому я покрасил уже эти листы свои. Вот, увидел, что оно держится на кусочке, все нормально. Вот, так же само взял, пошкурил вот эти свои главные все три листа оцинковки метр на два. Кто первый раз смотрит коллектор, то у меня будет, это одна только секция коллектора, их будет таких три. Это центральная секция. Вот, пошкурил я всю оцинковку наждачкой, вот, для верности. Хоть она и пристала там, но все-таки пошкурил. Обезжирил бензином, помыл, как бы, даже аж бензинчиком. Вот, положил ее тоже на солнце, она на солнце нагрелась, вот, так, неплохо так нагрелась. И уже на солнце я ее на горячую, как бы, красил. Вот это, я думаю, важнее всего, вот, именно на горячую красить, чтобы она хорошо впиталась, как бы, в те все царапины. Вот, и держалась. Ой, я так смотрю, что нормально она держится, не сошкрябывается нигде. Вот такой вот цвет получился, красивый, махровый, черный. Вот, как же говорю, блеска никакого нет, такое впечатление, что она, как бы, из сажи делается, такой вот черный цвет. Да, после того, как я ее покрасил, тут мне оцинковка лежала на земле, то если на не крашеной еще можно было руку держать, ну, даже так, такая она была, ну, теплая такая оцинковочка, ну, она блестит, отражает. То уже на крашеную поверхность уже руку, ну, как, положить можно было, но 3 секунды больше держать нельзя было. Так нагревается, что руку просто держать нельзя было. Вот, вот такая вот красочка. Вообще, если кто думает сэкономить, я думаю, что можно было вот сейчас вот так вот думаю уже. Ну, я и тогда думал взять черный металл, просто в магазине, там, где я скуплялся для коллектора, не было черного металла, была только оцинковка, и пришлось взять оцинковку. Вообще, есть на металлобазах черный металл 0,5 толщиной, по-моему, 0,5 и 0,3 или 0,4 есть даже. Вот, и можно было взять вот этот металл, черный лист, тоже метр на два, и покрасить этой краской, без проблем, оно пристало, еще и лучше даже пристало, чем на оцинковку, и дешевле вышло бы. Вот, ну, это такие мысли для того, кто думает сделать, что оцинковку не обязательно, черный металл был бы и дешевле, и надежнее красить. На краске, ну, я не знаю, что вам посоветовать, стоит ли на краске экономить, взять простую черную краску, ну, я думаю, лично, я думаю, что по КПД, там, тепло-светоприемности, обычная матовая черная краска не сильно бы проиграла вот этой вот селективной, не сильно. Ну, может, какие-то там проценты, а может быть, даже еще и меньше, 1-2 процента ниже было бы, только из-за небольшого блеска обычной краски. Ну, что даже матовая, она все равно немножко блестит. А это вообще не блестит. А так, то я думаю, что если деньги для вас это критично, вот, критично, очень хотите сэкономить, то можно взять обычную, обычный черный лист металла, покрасить обычной черной краской матовой, не блестящей, не глянцевой, и был бы, в принципе, тот же самый, ну, почти тот же самый, я думаю, так, результат. И на этом можно было бы сильно сэкономить. Ну, что эта банка, получается, 400 гривен банка плюс 80 гривен пол-литра растворителя какого-то там особенного, специального, ну, что-то мне мало верится, что он специальный, наверное, по-моему, обычный уайт спирит, просто, что по маркировке непонятно, это евро-маркировка. Вот, вот так вот получился у меня листик. Вот, два раза я его красил, ну, что первый раз оставались от такие отщетки, ну, оцинковка гладкая, все равно, хоть и шкуреная, остались отщетки такие, как бы, просветы, такие, мазал, видно было саму оцинковку под краской. Второй раз она уже все перекрыла, и получился вот такой вот красивый черный цвет. Вот, видите. Вот, тут, если сбоку посмотреть, оцинковка, получается, мой абсорбер разделил вот эти вот хода на две части, две одинаковые такие, вот это вот отверстие на две одинаковые части разделил, и воздух как раз будет и вот в этой камере, и в этой проходить, выходить вот в эту соседнюю камеру, справа и слева, это центральная секция, получается. Вот, так же самое и снизу, вот так вот оцинковка разделила. Теперь я сделаю вот здесь вот реечку, на работе выстружу, вот, такую, так вот, три, вот так вот, полтора толщиной, и сюда вот ее прикручу к этой стенке, и заодно прижму оцинковку. Вот, видите, тут щель немного есть, щель надо обязательно оставлять для расширения металла, потому что он здесь будет сильно нагреваться, он должен куда-то двигаться. Вот, тут ее тоже крепить жестко нельзя, чтобы здесь вот ее не коробило, он не бухал у вас в коллекторе, поэтому тут вот реечка, он просто прижмет, даже не сильно, просто так вот придавил, прикрутил, и он себе будет между реечками двигаться, там от расширения, охлаждения, туда-сюда, себе пускай совается, без всяких проблем. Вот, вот такое вот видео у меня сегодня получилось, ну, может, что-то не сказал, спрашивайте по этой селективной краске, что интересует, вот, что я, может, забыл сказать. В следующем видео уже покажу, как я буду крепить переднюю стенку поликарбонат, то есть, и я там немного изменил планы, конструкцию, я думал, поликарбонат, ну, сюда вот реечка станет, и тут образуется четверть такая, вот, сантиметром глубиной, как раз толщину поликарбоната, вот, и я думал, вот эту четверть силикончик, потом поликарбонат приклеить на силикон, и все, но теперь я передумал так делать, ну, что коллектор станет неразборной, а это не есть хорошо совсем, я так подумал, задняя стенка у меня тоже уже заклеена, передняя будет заклеена, я не хочу, чтобы он был неразборной, мало ли что может быть, там, может, надо будет его ремонтировать, или что-то переделать, не знаю, поэтому решил делать разборной коллектор, ну, и в следующем видео уже покажу, как я это придумал сделать, а, еще хочу показать, где у меня он будет стоять, потому что люди спрашивают постоянно, почему такая конструкция, вот, вот здесь у меня будет стоять, это как раз сторона, фронтон юг, юг-юго-запад, чуть-чуть на запад, но в основном на юг, вот, как раз центральная секция будет стоять напротив дверей от этих страшных, ну, двери уберутся, эти два окна тоже уберутся, они там не нужны будут, и коллектор встанет вот так вот прямо на стену, тут будет снизу уголок, сверху будет уголок, как бы в рамочку он вставится, все три секции, поэтому вот так вот у меня и получилось, что напротив дверей центральная секция, с нее будут трубы, тут вот с боковых никак не получается сделать трубы, это надо стены долбать, это еще фронтон завалится, лучше не надо это делать, вот так я и придумал, собственно, обусловлила вот эти вот мои условия такие, вот такую конструкцию с центральным основным секцией, да, ладненько, всем пока, до следующих видео.